Здравствуйте, друзья! Перед нами такая отличная обувь, прекрасная, но у них вот такая косметическая заморочка. Для сравнения смотрим, вот это все, такие фротенки, как варковые, в отличном состоянии. Что же нам следует предпринять? Для начала мы смотрим, что повреждено. Повреждена вообще вся верхняя часть, которая была пришита. Значит, нам теперь нужно будет придумать какую-то заплату. Делаем заплату из кожи. И скорее это кожезаменитель. Если его нет дома, где его можно взять, да? Если мы не хотим брать в сапожном магазине, это вот старый срез от качественных сапог. И отсюда мы взяли запчасти наладку. И ее мы можем примерить сюда, присмотреть. Чтобы мы взяли примерно по такому размеру, чтобы она хваталась на заднюю гиперку. Для этого мы берем ножницы для кожи. И сделаем такой срез, который проплатил бы нам на то, чтобы ее обогнуть. Чтобы когда мы будем снимать или обдевать обувь, оно не мешало сниманию от дивана. И при этом, чтобы она не отпорола засуществующие места. В данном случае, чтобы она чуть-чуть перекрывала место, которое у нас оторвалось. Очень важно тщательно и аккуратно отодрать. И решить же. В этом видео мы показываем вкратце. Вырезаем. Потому что цель этого канала это сэкономить ваше время, а показать вам суть. То как нужно сделать, что нужно сделать, как это делают профессионалы. Но как это могут делать те, кто научились у профессионалов. Хотя они не являются таким по жизни. Теперь еще такая тонкая доработка. Это срез краев. Срез краев помогает нам сделать ее тоненькой. Вот здесь уже есть срез. А здесь еще нет. Для этого он берет. Тут плотную поверхность. Доску. На которую можно резать. На которую можно обрезать. Лучше всего сделать это таким образом. Задничек. Здесь только непроятно здесь. Очень важно, чтобы он хорошо и нами уточен. Чем подальше мы будем делать срез, тем натуральнее и удобнее получится наша замена. К сожалению, обычная швейная машинка не может их взять и не подлезешь никак сбоку. Поэтому пришлось прошивать в сапожной мастерской, воспользоваться их не машинкой. И вот что у нас получилось. Теперь можно эти нитки. В сапожной мастерской почему-то всегда используют на обратную нитку капроновые белые нитки. Но от этого качество нашей работы не пострадало. Знамка у нас невидимая. Продолжение следует... Осталось только отрезать наши ниточки. И получаем вот такой аккуратный задник. Здесь это немножко обшарпанный. Это у нас в наших закладах, в нашем основном изделии. Это вполне приемлемо, аккуратненько. И в этих туфлях еще можно очень-очень много провести хороших дней. Спасибо, что уделили время просмотру. Если вам показалось полезным это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. Мальчики вверх. И в дальнейшем в нашем канале не пропустите другого видео. Так что подписывайтесь на канал. И всего вам доброго. И всего вам доброго. Отрезаем. Вот так. Замечательно. И практично. Туфли выглядят очень приемлемо. И в них еще очень-очень можно много провести хорошего времени. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки, пальчики вверх. И теперь подписывайтесь на наш канал. Потому что вы можете пропустить что-то еще очень интересное для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.